То есть мы подошли к водителю, у которого был фонарь в такси, да? Попросили его, сколько стоит, да, и за эту стоимость мы поедем. Правильно? Сотрудники Минтранса Московской области совместно с представителями администрации городского округа Щелково и инспекторами ГИБДД продолжают выявлять таксистов, которые нелегально ведут свою деятельность. На этот раз сразу несколько правонарушителей было остановлено на улице Броварская-Щелково. У водителей потребовали разрешения на работу и проверили, соответствует ли транспортное средство всем нормам, которые необходимо соблюдать для того, чтобы можно было перевозить людей. Выявлено три транспортных средства и три водителя, соответственно, осуществляющие незаконный перевозку нелегальным такси. Есть определенный перечень документов для, соответственно, организации работы легковым такси. Важно помнить, что пользоваться услугами нелегальных такси в первую очередь небезопасно для самих пассажиров. Я обращаюсь к пассажирам непосредственно с учетом того, что легальные такси должны проходить ежедневные медицинские осмотры водителей, технические осмотры транспортных средств. То есть это безопасно, соответственно, перевозок. Соответственно, нелегальные такси данные процедуры не проходят. Инспекторы госавтоинспекции напоминают всем гражданам, что сама система оформления необходимых документов для того, чтобы заниматься извозом легально, занимает в общей сложности не более суток, было бы желание. В противном случае всем тем, кто игнорирует данные правила и продолжает таксовать, нарушая закон, грозит немалый штраф. Ну а машину заберут на штрафстоянку, за содержание которой потом тоже придется выложить круглую сумму. Мария Буржинская, Валерия Жиглея, Щелковское телевидение.